Всем привет! У Иринки сегодня небольшой перекус. Кстати, вот дынька, дынька. Сходила, короче, мороженое пришло 110 рублей. Белки 3,5, жиры 12, углеводы 39. 12 месяцев хранения. А, чёрт, с кем это? Манго и маракуйя. Натуральное мороженое едим. Как вкусно пахнет, выглядит. Ладно. Пускай полежит. Немножко растает. С арахисом есть. Кстати, прикольный арахис. Мне нравится. Вот, сейчас, короче, Иринка поез. Потом, наверное, ещё раз поез. Ну, чтобы вы там сильно не скучали. Чё потом? А потом Иринка пойдёт на свидание. Мне там написали в одноклассниках. Молодой человек хочет встретиться в Крыму. А чё бы и нет. Мы с ним поговорили по WhatsApp. Так что всё. Знаете, я вас не пойму. С чего вы взяли? Если у меня диабет, то что мне нельзя фрукты, дыню. Мне, знаете, у меня с дыней вообще такой идеальный сахар. Четыре. Вот не знаю, почему тут. Он у меня вообще такой низкий. Я вообще инсулин практически не ставлю. И мы с андокринологом разговаривали на счёт этого. И с сестрой я разговаривала. Так что я могу себе позволить. Там одна звезда вчера написала над Зенем. Чё-то что-то сдохну что-то. Да не дождёшься. Долго ждать придётся. Короче, на рынок я не пошла. Чё-то не хочу. Я сходила за мороженым вот тут за углом магазин. За углом магазин. Купила себе мороженку. Так мороженое захотела. Поедим мороженку. Это не сочная. Ладно, хоть перестали. Когда же ты уедешь домой? Да никогда. Я тут жить остаюсь. Так что успокойтесь. Мне сегодня соседям прислали посылку. Отправили мазиком. Нашего мазика. Ещё кое-что отправили. Что отправили, не скажу. Так что будем жарить картошку с майонезом. О, мамма миа. Как это будет вкусно. Нет? Ну, дали, да? И причём они отправили два мазика. Но они отправили не только майонез. Посылка где-то шла. 8 дней, что ли. А наш майонез очень вкусный. Да, я не спорю. Он не низкокалорийный, но он вкусный. Такого майонеза вы нигде не найдёте, как у нас. Кто живёт на Урале, тот знает. Я, наверное, полдыни ещё оставлю. Ну, не полдыни там, немножко. На ужин. Я ещё не решила, что я буду. Или гречку сделать. Или картошку пожарить. Посмотрим. Посмотрим, если бы они не решили, что Елена Сергеевна будет на ужин. Арахис. Арахис мы вчера ночью купали с Максимом яблоки. Это вкусный. Как он вкусно пахнет. Это, короче, милый вечер. Дынька. Я надеюсь, ты подтаял, дорогой мой, мороженое. Вкусное. Сарача, вообще бомба. И мне неожиданно, да. У меня всё-таки на курорте. Отдыхаю. Когда мы послезавтра поедем на море? Может, с Максимом, может, без Максима, не знаю. Сарача, и сарача. макармель, манго и маракуйя. 12 месяцев ранения, целый год. Масса нету 125 грамм, сустав, молоко цельнокровье. Понятно, без ГМЛО говорят. В общем, в Арухе раньше, в 90-х годах, продавались мороженое в стаканчиках, с изюмом, с арахисом. Да, мороженое было вкусное. Помню, мне было 9 лет, у нас в магазине шоколадный пинокольт продавался. Он стоил 3 рубля. Но раньше же деньги были старые. В начале 2000-х они же поменялись. Никуда. Не помню. По-моему, уже на ощупь был первый. Да, оно своих денег стоит. Вкусное, низкокалорийно. Ну, правда, оно должно было еще полежать, если бы растаяло. Да, у меня не жирно есть мороженое. Ну, думаю, на 12-е число то ли роллом заказать, то ли мясо купить, пожарить. Ведь не знаю. 12-е число скоро. Мои ручки, они уже готовы. Максим говорит, надо биобитые сделать огурцы. Да я в душе не знаю, как битые огурцы делаются. Ну, блин, оно не включенное. Ну, ладно. Хотела немножко подогреть. Ну, ну, ладно, обойдусь. Ну, это надо же вставать. Жоку поднимать. Вставать, жоку поднимать. Вставать, жоку поднимать. Не, я не поняла, где мангу тут с маракуйей? Все, что ли, закончилось? У кого желание есть, может прийти капусту уринки потушить. Вставать, жоку поднимать. Ну, я не знаю, где-то клеить. Капусту дышать. Вставать, жоку поднимать. Вставать, жоку поднимать. Я говорю, ладно. Окей, блондинку. Я говорю, у меня волос темный. Это надо столько краски. Это надо сначала осветлиться. Ну, хотя бы не осветлиться, надо смыть. Я же это специально смывалка от краски. А потом уже только краситься блондинку. Мне хоть цветные волосы идут, но я не хочу. Холодно. Холодно. Если бы она была потаянная. Мм. Вкусно. Если бы она была потаянная… Субтитры сделал DimaTorzok Нет, понимаете? А вот бабка сидит и завидует Сидит в Пердищево Завидовавшая нам в море В Крыму Она Сидит в своей Общаге Никто ее никуда не зовет Ну и не позовет никогда Поэтому она даже море-то ни разу не ведет Ну Значит, спасибо Как ты ее называл? Шауфей? Шауфей? Или как там? Он говорит, берем за старое Ай Ой, как-то так Мороженое Мороженое Ну, как-то так, да Да Раз я не хочу, чтобы она ела дыни и мороженым Как говорится, жизнь в кайф Так же все Мальчики и девочки Всем приятного просмотра Кушайте вместе со мной Ну, что еще? Ну, и следите за мной Не забываем подписываться И на колокольчик Трын-тырын Вот так вот Всем пока-пока Субтитры подогнал